Сундук это тюркское слово, которое можно перевести как ящик с крышкой. В первую очередь, давайте мы поближе посмотрим на него. Средневековое жилище, оно было не очень большим, потому что жилая зона была ограничена. Сложно было это обслуживать в зимний период, отапливать. И поэтому мебель, которая находилась в жилой зоне, она должна была быть многофункциональной. Такие сундуки, они выступали в роли не только шкафа для вещей, но и предмета интерьера, мебели многофункциональной. То есть на них можно было сидеть, лежать, спать, есть, использовать в различных целях. Почему он парадный? То есть вы видите, здесь он украшен металлическими накладками. Это кожа. Дело все в том, что он у нас не реставрировался, и поэтому он потемнел от времени. Кожа кое-где слезла, обнажив дерево. Соответственно, если мы попробуем сейчас открыть его, здесь у нас куча всяких вещей. Ну вот, вы можете видеть, идеальном состоянии дерево находится, правда там с потеками. А это вот эта ткань, да? Это он драпированный? Да, он драпированный тканью, вот, то есть вся вот, вот он проклеенный, вот как она выглядит, но он действительно... А это в каком времени сундук вообще? Вообще ему около 200 лет. Почему? Потому что он находится, то есть он находился в очень старом доме, нам его принесли, подарили, передали для коллекции. И вот такие сундуки, они зачастую передавались с поколения в поколение, потому что девицы, выходя замуж, собирали в такие сундуки приданное. И в семьях они использовались, наверное, очень активно до первой, третьей, двадцатого века, когда в деревнях советская промышленность, она наполнила их уже предметами быта, интерьера, там, столы, стулья промышленного производства, вот. Мне кажется, они сейчас в деревнях стоят, сундуки. Да, сундуки очень активно используются, ну вот, допустим, вот такой... Ну мне как говорили, что вот это, это рундук, а вот это, это сундук. На самом деле это ларь. Нет, я имею в виду, что вот если крышка плоская, на ней спать можно, это сундук, а если вот такая, то это рундук. Ну, это, скорее всего, какие-то региональные темы. Да, это региональные особенности. Проблема вся в том, что вот такие лари, они не украшаются. То есть, такие ящики, такие сундуки, они используются исключительно в сугубо утилитарных, целях хозяйственных. То есть, в них можно хранить продукты питания, какие-то вещи. И они в основном находились в хозяйственных помещениях, каких-то служебных, нежилых. Их можно было, они были тоже различного размера, такие ларцы можно было даже брать с собой в путешествия. Соответственно, в, допустим, 17 веке их могли полностью украшать из металла. То есть, такие сундучки, они были очень и очень популярны. Но вот в данном случае, вот такой сундук, он из цельного куска. То есть, здесь вот набивка идет, видно, да, как вот это все, в общем-то, сделано, проклеено все. То есть, ласточкин хвост знаменитый. Вот, то есть, это все достаточно, ну, то есть, конец 19-го, начало 20-го века. Но такие же сундуки используются и в, использовались и в средневековье. То есть, они могли быть чуть поменьше, либо немножко другой формы. Но носили сугубо утилитарное значение. Это тоже какой-то сундук, да, плоский? Да, плоский сундук. Ну, это прям кровать-кровать, наверное, да, больше? Да, это больше прям именно кровать. Вот, тоже конец 19-го, начало 20-го века. Вообще, таких вот сундучков, их на самом деле очень много. Это просто сейчас мы отходим от предмета этой мебели, он не распространен. Потому что квартиры, зачем? То есть, есть шкафы, есть какие-то пространства для хранения вещей, где они не сложены, они висят. Это просто намного удобнее для жизни и быта. Ну, тогда-то это были именно отрезы ткани, это отрезы ткани проще в сундуке хранить. Конечно. Сейчас у нас, вот, ни у кого в доме нет отреза ткани. Только у портных, зачем? Да, зачем им нужно? А это вот эти рулоны везде, это вот, у бабушки дома прибирался, там мрак, везде рулоны, рулоны, рулоны. Да, 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 это вот, потому что шили все сами, швейная машинка, сам человек и портной, и модельер, и дизайнер. Продолжение следует...